Армения, игнорирующая на протяжении многих лет резолюция Совета Безопасности ООН по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, пренебрегла принципами международного права и в отношении Украины. Так, на днях посольство Украины обратилось к гражданам Армении с призывом соблюдать порядок посещения территории Крыма. Посольство в частности указало, что некоторые армянские СМИ опубликовали сообщение об очередном незаконном посещении группой граждан Армении территории Крыма. В связи с этим в посольстве сочли уместно предупредить, что за нарушение порядка въезда на оккупированные территории предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Украины. Особое беспокойство посольства вызвало то, что члены упомянутой группы, незаконно посетившие Крым, обсудили в ходе поездки на полуостров вопрос о налаживании гуманитарных, экономических, торговых и туристических отношений между Арменией и Крымом. Подобное обсуждение посольство назвало нарушением одной из статей договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Арменией от 14 мая 1996 года. В связи с этим 13 ноября пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян, комментируя заявление посольства Украины, заявила, что Армения привержена своим международным обязательствам и никогда не ограничивает свободное передвижение своих граждан, являющиеся основополагающим правом человека. В случае необходимости МИД Армении выступает с советами относительно путешествий, обусловленными вопросами безопасности, отметила Нагдалян. Тем самым армянский МИД на дипломатическом языке дал понять Украине, что граждане Армении могут свободно посещать Крым, игнорируя установленный со стороны официального Киева порядок въезда на эту территорию. Такая позиция Армении по приверженности своим международным обязательствам может быть вдиковинку для Украины, но не для Азербайджана, чьи территории находятся под армянской оккупацией. Прикрывая игнорирование своими гражданами территориальной целостности Украины ширмой под названием международные обязательства, МИД Армении почему-то не вспомнил о них в отношении оккупированных азербайджанских территорий. Так же, как не вспомнил о них во время голосований в ООН относительно территориальной целостности Украины и Грузии. Подобный дымаш армянской дипломатии говорит о том, что пытаясь завуалировать оккупацию азербайджанских территорий разговорами о реализации так называемого права на самоопределение народа Карабаха, Ереван настраивает против себя страны, чья территориальная целостность была нарушена. Наглядно это было видно на примере Люксембургской декларации, принятой по итогам 28-й ежегодной сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ. Поведение армянской делегации при обсуждении итоговой декларации по ОБСЕ, в которой упоминается полное уважение суверенитета территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы, вызвало негативную реакцию против Армении, так как последняя предложила вообще не упоминать по имени государства пострадавшие от оккупации. Однако, как не прикрывался бы МИД Армении фразой о приверженности своим международным обязательствам, истинная суть политики страны-оккупанта отчетливо видна. Очередной пример тому – беспардонный ответ Нагдалян на заявление посольства Украины об уважении международно признанных границ и территориальной целостности.